всем привет друзья с вами крабаш 74 и сегодня у нас с вами очередной обзор на очередную модификацию мать ее спинта раз игры вот мы сидим в шишиге это у нас модификация газ 34 неплохая детализация кстати это ногой ножкой держишь говнюк вот газ 34 это поделка дариуса вот он как бы наверное стрим это смотрит наши и все-таки может быть я же говорю то есть шишига понимаете вообще та шишига которой она присутствует в игре давайте даже и создадим если она у меня тут есть по моему она есть у меня газ 66 модель b66 вот добавить окей она как таковой здесь она не функциональна вот различие у нас от шишиги идет то что есть третий мост и и рама стала длиннее соответственно вот но дефолтная машина шишига которая которая сделала разработчик она у нас функционала как такового не имеет смотрим это дефолт это запасное колесо которое дает 100 ремонтных очков и это у нас utility ремонтные части собственно и гаражная тележка все больше ничего на нее поставить нельзя то есть как таковой она просто бесполезно вот она возит одно очко гаража да я так понимаю да да одно очко гаража то есть на такой хрени очень долго придется все это делать возить вот удалить и удаляем шишигу я так понимаю я знаете я еще не смотрел сам на этот вот это понимаю да звук от шишиги взятые походу он взят с роновской шишиги прямо звук прям напоминает мне возможно с роновской возможно дарюс сам сидел возле шишиги записывал звук красавчик вот погнали что собственно дариус вынес наверное для себя я им я вот как бы на стриме говорил то есть если будет реально для шишиги кто-нибудь что-нибудь хотя бы сделает полезное что на ней хоть что-то можно делать тогда мы будем на стрим брать и шишигу вот у нас есть емкость цистерны 1200 300 ремонтных очей utility нам дает 800 ремонтных очков замечательно 100 ремонтных очков позволяет возить груз короткий в риона две штучки да ладно пусть так будет файл tanks то есть мы можем перевозить на нем также солярку это емкость цистерны 600 литров и 100 ремонтных очков мы также на нем можем перевозить два очка гаража позволяет возить груз короткие бревна а то есть вот в этом мы два очка гаража везем и еще можем взять с собой еще можем взять с собой бревна что ли так получается два очка п.п. да действительно он загрузил ящики мы можем вести с собой еще и бревна вдобавок ну чё-то как-то и на бокс перекорежила блять шишигу бедную да она чё-то как-то а нет вот нормально устал все равно как-то на бокс как коренит на левой ну да на левую сторону почему-то она запрокидывается смотри здесь как колеса и смотри здесь как колеса она действительно запрокидывается на бок почему-то ладно хрен с ним бы снимаем а у задрал ты и как дарюс над поправить и так к речь чем у нас повозит два очка бревна просто собственно загружаем бревна загружается по моему ни хрена не бревна я понимаю что юмор уместен но блять что это такое откуда здесь пушка взялась что это за пулемет блять дарюс дарюс шуточки все твои как там в этой пословице то говорится а васька ест дослушает блять по моему как то так убираем этот пулемет в общем пулемет на нем можно возить есть запасное колесо которое нам дает 100 очков ремонта и так что мы выяснили собственно мы можем перевозить бревна короткие можем перевозить и здесь то есть получается что у нас два очка гаража то есть мы везем уже четыре получается очка гаража так как мы прикрепили вот эту хрень да нет короткий бревна два очка нет это не отцепляем а ну да в любом случае нам придется вести только два очка внедорожные чем в чем различие ладно может я просто ослеп поехали я думаю в комментариях ты меня быстро поправит погнали грузимся загружаемся точнее и и на испытание я не делаю полноценного обзора на шишику потому что ребята это бессмысленно этот все тоже шишика просто с вытянутой рамой добавлены мостом по большому счету ничего нового не привнес дарил так скажем так погнали заебись теперь в прицепе пулемет стоит отстреливаться будем от фашистов гениально просто гениально погнали цвет работает все работает погнали я сяду рядышком будем здесь сидеть в кабинке и слушать смотреть на пашку блять который трясется как сумасшедший не все-таки я выйду включаем полный привод дифференциал все врубаем поехали врубаем свет чтобы рыбу не задавить она пугается от света то наверное разбежится смотрим по поводу проходимости сейчас глянем сразу у нас тут с проходимостью намудрил но пока как бы я знаете я не вижу никакого такого никакой такой наверное заманухи то есть он проходит и проходит достаточно неплохо это шишига а вот и финиш где моя мега лебедка нет если понимаете если отцепить прицеп я думаю она поедет без проблем ну так я думаю вылезет но это надо долго буксовать стоять так то она двигается по тихой грусти то она ползет но опять же что тут говорить пригорк очень большой поехали на бачок чуть-чуть по сторонке здесь попробую что за их она как-то знаете как-то на запоздание с каким-то срабатывает я нажимаю на газ она с каким-то запозданием прям как будто что-то ей там мешает давай давай я кстати лебедку сейчас не тянул она сама потихоньку ползет сраный прицеп с пулеметом еще хе-хе-хе пулемет блять ну вот кому в голову придет конечно же дариусу пулемет сюда прикрутить еще едем пробуем выгружаться сейчас интересно а если скинуть груз блять то выпадет патроны блять или гильзы выпадут от пулемета ну что это ей бога через бревнище переехать не можем прицеп походу очень тяжелый ребят он похоже очень тяжелый у нас есть километровая лебедка который не доходу не дотягивается твою ж мать то а невозможно топ поехали нет целесообразность знаете данного мода в принципе его можно взять для прикола наверное просто поприкалываться с пулеметом поездить кстати а чё делать ничего не делал пулемет парковочный опор есть если просто взять знаете посмеяться но не более того потому что блин ну пулемет как-то знаете не то не сё не то не сё а у нас мост застрял давайте попробуем выдирать его я имею ввиду на прицепе мост застрял гениально без проблем вырвали все хорошо насквозь отлично насквозь это тоже хорошо оп стопэшки назад я пытаюсь добраться до пилорама сейчас там у нас есть пилорама до которой я пытаюсь доехать блять провалился на колесо ну естественно чё давай сей бочиной теперь уйди на на как то знаете колеса вообще не буксуют они стоят на одном месте вот я буксую ну что это такое почему эти колеса не выключаем дифференциал переднее колесо начинает крутиться полный привод вообще короче барахло так ве давай вытащим у тебя уже надо дотащить то все таки если мост сейчас зажует это будет беда а его уже заживало гениально он уже там короче под мостом его уже не выли не вытащить оттуда по моему если только бак какой-нибудь сработает сейчас не идет не застрял наглухо перемещаемся ремонтировано сто очков ремонта по большому счету модель неплохо ребят но стоит ли ее брать я конечно не знаю если честно мне кажется что ну не стоит оно того если без пулеметов я думаю нормально было бы ну че тупить какие пулеметы двадцать первый век на дворе какие пулеметы какие ракеты какие патроны вот с вами был Карабаш СНИ-4 с очередным обзором на ГАЗ-34 он у меня уже был в старых видео где-то ГАЗ-34 в общем какой-то вот такой вот ГАЗ в принципе сейчас Дариус добавил и я думаю что актуальности больше стало от этого понта от этого ГАЗа потому что можно и гараж возить в принципе по два очка таскать хотя бы а не по одному таскать есть дрова на нем возить теперь можно по два очка это тоже не неплохо вот сейчас у нас получается 4 очка у нас загружено вот я думаю что не хило по поводу взять его не взять я думаю мы с пацанами посоветуемся если что мы его заберем на стрим а с вами был Карабаш СНИ-4 подписывайтесь на канал и на твич на ютуб ставьте лайки комментируйте ссылочка в описании под видео всем удачи всем пока Егор подписывайтесь на канал на канал и перемещайте продолжение следует под видео за все в следующем канале ставьте лайки подписывайтесь на канал